всем добрый день всем добрый день кто присоединяется напишите пожалуйста что со звуком как слышно видно все ли хорошо и я начинаю кто присоединился напишите пожалуйста слышно ли меня чтобы я не разговаривала сама с собой все окей начинаем представляясь для тех кто впервые меня видят меня зовут дарья чекрыгина я нутрицолог специалист по тибетской медицине и аюрведе и сегодня у меня прямой эфир для университета йоги мы будем говорить о специях которые должны быть в каждом доме как должны я рекомендую чтобы специи были в каждом доме и какой этот список вы как раз определитесь сами в ходе этого эфира потому что у всех запросы разные состояние здоровье у всех разные и не может быть единого списка который подойдет для всех поэтому слушайте внимательно а для тех кто прослушает весь эфир останется до конца конечно же у меня будет для вас подарок и мы начинаем специи как давно они знакомы человечеству и как в древние времена они очень дорого стоили и только богатые люди имели доступ к пряностям и специям сейчас пряности и специи доступны для любого человека они продаются в супермаркетах они продаются на маркетплейсах их привозят из индии из других стран когда едут туда как туристы в принципе нет ничего сложного для того чтобы использовать специи помимо того что это вкусно с помощью специи мы делаем нашу еду более разнообразной по вкусу мы делаем ее интересный потому что даже самая обычная еда при добавлении специи играет разными вкусами при этом не нужно делать так чтобы было чувствовались одни специи специи должны давать оттенок вкуса они не должны перебивать основной вкус продукта поэтому используя специи придерживайтесь этого правила и мы переходим непосредственно к качествам специям которые они содержат в себе и как они могут влиять на наше здоровье то есть это не только вкусно но еще и полезно специи можно систематизировать классифицировать разделить на разные группы исходя из их качеств и сегодня мы поговорим о том как специи влияют на разные органы вот например если у вас проблемы с пищеварением если у вас тяжелое пищеварение пища долго переваривается и вы хотите простимулировать пищеварение обратите внимание на имбирь корицу и гвоздику это специи которые а их еще называют теплыми все теплые специи будут улучшать пищеварение так как восточный подход тибетская медицина юрведы рассматривают наше пищеварение как пищеварительный огонь то есть чем горячее специя тем сильнее она будет разжигать огонь и тем лучше пища будет перевариваться чтобы было понятно я очень люблю такую метафору рассмотреть наше пищеварение как такую печку а вот те дрова которые мы закидываем это как раз наша пища и когда огонь горит сильно когда огонь просто пылает дрова сгорает быстро когда огонь еле тлеет что-то там горит то потухнет то погаснет тогда дрова горят долго энергии получает мало наша задача разжечь этот пищеварительный огонь чтобы он был сильный но при этом не очень сильным потому что сильный пищеварительный огонь также будет вредить все в меру должно быть сильный огонь это уже пожар пожар сжигает ткани тела и образуются воспалительные заболевания в органах пищеварения поэтому для усиления пищеварения используем сушеный имбирь гвоздику и корицу дальше если как раз у вас сильная пищи слишком сильный пищеварительный огонь то есть есть воспалительные заболевали заболевания в органах желудочно-кишечного тракта это гастрит с повышенной кислотностью язвы вам необходимо его немного притушить для этого тоже есть специальные специи и вас основная основное средство для снижения таких воспалительных реакций это мумио мумио и не знаю можно ли рассматривать как специю или как лекарственное средство но дело в том что это дешевая дешевый препарат назовем его так который очень быстро снимает воспаление органах пищеварения но самое интересное что его нельзя долго принимать потому что он может слишком погасить наше пищеварение мумио и кориандр снимают воспаление в органах пищеварения дальше спазмолитики то есть когда есть спазмы спазмы могут быть в кишечнике могут быть спазмы в сосудах головного мозга когда голова болит специи здесь могут помочь это чеснок асофитида асофитида это смола и не очень приятный запах у нее как у чеснока только намного сильнее так вот чеснок асофитида мускатный орех шалфей и мята это травы и специи которые помогают снимать спазмы также помогают если есть спазмы при менструальных болях головных болях спазмы в кишечнике и от этого всего помогают дальше у нас есть печень и желчный пузырь у нас есть специи которые работают как детоксиканты они улучшают работу печени улучшают желчаток улучшают производство желчи и способствуют лучшему отхождению желчи желчного пузыря это трифола это полынь и это расторопша трифола это смесь из трех плодов которые доступны сейчас тоже очень легко купить ее можно употреблять для профилактики для улучшения желчатока она уравновешивает все три доша и практически на нем невозможно трифолой навредить также существуют специи которые регулируют состав крови с точки зрения восточного подхода именно печень является органом который ответственен за качество крови и если в печени проблемы то кровь ненадлежащего качества именно за здоровьем печени необходимо следить чтобы не было анемии и прочих заболеваний с когда кровь пустая это классификация восточного подхода так вот специи которые помогают работать с печенью они будут насыщать нашу кровь этот опять же имбирь сафлор и шафран имбирь обладает свойствами он плавит кровь и если есть повышенный холестерин если есть склонность к образованию холестериновых бляшек а также кровь густая повышенные тромбоциты у имбиря есть такое качество как расплавить кровь его так и называют сушеный имбирь также полезен для всех у сырого корня имбиря есть противопоказания противопоказанием будут как раз воспалительные процессы в органах в органах желудочно-кисечного тракта уровень сахара в крови сейчас сахарный диабет и инсулинорезистентность это довольно распространенные заболевания и они сейчас встречаются не только у взрослого поколения эти проблемы молодеют и связаны с нашим образом жизни с тем как мы питаемся как мы двигаемся вернее не двигаемся как мы выбираем продукты питания и каких количествах их употребляем большое количество углеводов частые перекусы все это будет повышать уровень сахара и вызывать инсулинорезистентность но если мы будем корректировать свой рацион и при этом будем добавлять еще и специи то коррекция этих симптомов коррекция этих заболеваний пройдет намного быстрее так вот специи которые будут регулировать уровень сахара в крови и повышать чувствительность клеток к инсулину это пожитник это корица это куркума и амла амла если ее смешать с куркумой это вообще средства для снижения уровня сахара в крови и у нее есть противопоказания то есть нельзя просто самим намешать и начать употреблять нужна консультация консультация специалистов по восточному подходу для того чтобы определили у вас сейчас можно ли вам употреблять это средство или нет видите так я вижу что вы присоединяетесь напишите пока все понятно интересно и на каких на каких специях может быть остановиться более пристально давайте с вами побеседуем чтобы это был не только монолог но и диалог пишите ваши вопросы я буду когда делать прерыв буду на них отвечать мне кажется так будет более интересно потому что я могу рассказывать про сахарный диабет а вас допустим будут больше интересовать антипаразитарные специи или наоборот из того что я уже столько всего рассказала про специи можно понять расскажи про черный тмин понятно расскажи про черный тмин да хорошо так еще вижу пишите из того что я рассказала уже можно понять что специи при добавлении в наш рацион качественно могут улучшить улучшить самочувствие все они влияют и только на пищеварение но и на разные органы и ткани том числе у некоторых специи есть научно доказанной способности предотвращать развитие болезни альцгеймера ну я думаю понятно что специи в любом случае будут работать не так как медикаменты они имеют накопительный эффект то есть если мы таблетку выпиваем она действует практически сразу то специи этот эффект будет накопительным то есть нельзя добавить куркуму и там на следующий день побежать мерить уровень сахара нужно продолжительно это добавлять в свой рацион а но при этом не нужно делать есть ее ложками все это делается в меру в кулинарных дозировках и если есть показания то специи также можно заваривать в кипятке можно заварить в теплой воде и употреблять это уже будет терапевтическая дозировка здесь самостоятельно я прошу вас не экспериментировать потому что нужно понимать что у вас больше все-таки жара или холода и в зависимости от этого выбирать специи потому что восточном подходе заболевания делятся по типу жара по типу холода и соответственно если у вас болезнь по типу жара вам нужно выбирать прохладные нейтральные специи если болезнь по типу холода то вас нужно специями согревать если вот это даже вот этот маленький правило это не соблюсти то можно себе навредить и я продолжаю мы остановились на как раз антипаразитарные специи сейчас как-то утихла эта мода ну или мне не попадается не так давно это было очень понятно вот антипаразитарные специи просят рассказать очень часто я встречала на антипаразитарные чистки зайти почистить себе паразитов и все это выгнать там жителей и как это делать видно между меня затормозило так вот прежде чем кого-то гонять пить медикаменты или специи выбирать для того чтобы погонять паразитов нужно понимать что природа предусмотрела нас таким образом чтобы никакие лишние жители у нас не заводились для этого у нас есть кислота в желудке для этого у нас есть щелочь в желчном пузыре то есть когда даже если мы съедаем что-то не очень чистое это все обрабатывается кислотой желудочного сока дальше это все попадает в тонкий кишечник и там обрабатывается еще и желчью а желчь это щелочная среда то есть представьте да сначала полили кислотой потом полили щелочью по-любому должно все умереть и не проникнуть дальше не развиться и не жить там долго и счастливо но опять же наш рацион и стиль питания приводит к тому что кислотность желудки понижается и именно тогда многие люди хотят отказаться от мяса или понимать что им тяжело от мяса начинается развиваться анемия плохо усваивается белок здесь необходимо смотреть на то насколько кислотность насколько кислота в желудке выполняет свои функции дальше желчный да мы поели сели у нас желчь не выделяется или там пьем мало воды и желчь не отходит мало двигаемся у нас там сфинктеры все необходимые не работают опять же желчь застаивается и не выделяется не обрабатывается пища пищевой комок так как это должно быть что происходит если мы решили выгнать всех паразитов мы пропиваем антипаразитарные препараты скажу сразу специи именно вылечить уже находящихся там паразитов если вы сдали анализы там сходили к паразитологу но скорее всего именно одними специями это невозможно потому что должны быть достаточно токсичные препараты чтобы этих жителей оттуда выгнать так вот человек настойчив он говорит я буду всех выгонять пьете пьет эти токсичные препараты они воздействуют на печень да там все погибают но как только он съедает какой-то опять непромытый салат грязную клубнику или еще что то или вот эти яйца паразитов опять попадают в желудок они опять не обрабатываются желудочным соком опять проходят дальше опять начинают развиваться то есть здесь нужно бороться уже не со следствием а начинать с причины и начинать повышать кислотность улучшать желчаток чтобы паразиты не проникали а те кто уже проник они бы в такой среде просто не выжили и вот эти антипаразитарные специи они как раз помогают не проникнуть то есть они усиливают пищеварение усиливают вот эти все функции которые препятствуют проникновению паразитов внутрь то есть не нужно думать что если вы там пожуете асофетиду или гвоздику то у вас убегут все глисты или там чеснок но они именно не будут препятствовать при наличии того что пищеварение у вас достаточно хорошее и справляется со всем самостоятельно пропивать антипаразитарные препараты именно химические на регулярной основе имейте ввиду что это очень токсичные препараты и нужно кроме того что вы пьете эти токсичные препараты затем устанавливать печень затем пропивать еще также сорбенты чтобы это все оттуда выводилось потому что это можно не очень хорошо себя чувствовать если не знать как правильно это делать так вот антипаразитарные специи это практически все специи все специи которые усиливают пищеварительный огонь а у нас практически все вернее все специи усилить пищеварительный огонь только в той или иной степени просто нейтрально это делают более мягко и не всегда прям поднимают допустим кориандр он более прохладный будет успокаивать но все жгучие все теплые специи Он усиливает пищеварительный огонь. Поэтому чем более специя жгучая, тем больше антипризитарных свойств у нее есть, у нее в ней присутствует. Кроме того, это асофетида, я уже говорила, но это тоже жгучая специя. Чеснок есть народный метод, это не только тибетский метод, но и в России распространен, когда местные применяют чеснок, когда делают настой из чеснока и выводят остриц народным способом, делают клизмы. Детям и не только детям, кто от этого страдает. И острицы не переносят вот эти жгучие свойства чеснока. Также эта гвоздика обладает антипризитарными средствами. Про гвоздику мы сегодня остановимся поподробнее. И очень дешевая, доступная и интересная специя, которая точно должна быть у каждого. Что-то у меня, надеюсь, сохранится. Слышно меня? Помашите мне. Напишите, кто в эфире, что у меня все хорошо, чтобы я продолжала. Кто в эфире? Девочки, напишите меня. Хорошо слышно? Видно? Не зависла я? Будем продолжать про специи муколитики, которые помогают бороться с кашлем и застойными явлениями в легких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!